Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и вишенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 16 сентября, понедельник, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Это второе его послание, глава 12, стихи с 10 по 19. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притесениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия хвалясь, вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами, ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что я сам не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение второго послания апостола Павла Коринфином. И в сегодняшнем отрывке апостол Павел опять иронизирует над тем восприятием его апостольства, которое было в коринфской общине. Он пишет о том, что он благодушествует в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. В немощи сила Господня совершается. Мы знаем это из Священного Писания. И далее апостол Павел говорит, он вынужден прибегать к такому приему, к такому литературному приему, и надевает как бы на себя маску юродивого, и как бы принимает то отношение, которое постулирует ему Коринфяне. И он говорит, я дошел до неразумия, хвалясь. То есть он хвалится своими, вынужден хвалиться своими добродетелями перед Коринфянами, и в этом своей хвальбе он дошел до некого неразумия, до глупости. Вы меня к всему принудили. И причиной всему этому являются Коринфяне. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. И здесь, конечно же, видна ирония. Высшие апостолы, конечно же, здесь не имеется в виду апостол Петр и другие истинные апостолы, ученики Господа нашего Иисуса Христа. Здесь, если мы возьмем греческий оригинал, стоит выражение «так называемые апостолы». То есть это те люди, противники апостольского благовестия Павла, апостола Павла, и они называли себя высшими апостолами, то есть вводили в среду апостолов некую иерархию, что есть низшие, есть высшие, и по своим критериям, абсолютно произвольно придуманным, надуманным, они создавали эту градацию апостолов, очевидно, и считали апостола Павла, ну, если не апостолом, то, по крайней мере, низшим апостолом, который не имеет практически никакой власти и силы духовной. И вот апостол Павел говорит, как бы безумствуя, хвалясь и доходя в это своем восхвалении самого себя, которое происходит, потому что его вынуждены ли к Коринфине, он доходит до неразумия, до глупости. У него нет ни в чем недостатка в отношении против так называемых высших апостолов, хоть апостол Павел и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Апостол Павел говорит о том, что его апостольство было явлено Коринфином. Он явил им же свое апостольство через терпение, знамения, чудеса и силы. Это тот комплекс деяний, тот комплекс, который реализовал апостол Павел в своей проповеди перед Коринфинами. И они это все прекрасно знают. Они свидетели и могут быть свидетелями действительно пред всеми о том, что апостол Павел действительно был таковым, каким он здесь себя называет. Ибо чего у вас не достает пред прочими церквями? Имеется в виду прочими общинами, которые созданы либо апостолом Павлом, либо другими апостолами. Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. И действительно апостол Павел не обременял своими нуждами Коринфин. Он много раз об этом пишет и говорит о том, что он не хотел быть в тягость Коринфином. И он просит прощения у них за это, что он не обременял их. «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имени для родителей, но родители для детей». Действительно апостол Павел является духовным отцом Коринфской общины. Он ее создатель. Он создал. И он идет не до того, чтобы отяготить, но наоборот, чтобы обогатить. Как родители воспитывают свое дитя, своих детей и готовят им лучшую жизнь, подготавливая им капитал. Капитал финансовый, капитал умственный, вкладывая в них образование и развивая их всячески культурно, физически. И родители вкладывают в ребенка. Не ребенок создает для родителей какие-то условия, а родители вкладывают в ребенка. Также здесь апостол Павел идет не отнимать у Коринфин, а наоборот им дать. И за это он получает такое небрежение от Коринфин. Поэтому и он вынужден так едко иронизировать над мнением Коринфин по поводу его апостольского служения, которое им навязали вот эти так называемые высшие апостолы. Лжи апостолы, назовем их так. «Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Положим, что «сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукастом брал с вас». И здесь апостол Павел приводит пример такой, что, да, можно сказать, что он не обременял их, но как-то выуживал через какие-то отдельные личности в общине какие-то выгоды для себя. Но если так, то значит и все окружение апостола Павла должно быть таким же прогнившим насквозь лукавым. Но апостол Павел говорит, что он посылал к ним, к Коринфянам, и Тита, и от другого брата, и они жили точно так же, как и апостол, не обременяли никого. И против них, против этих соработников апостола Павла, у Коринфян тоже нету каких-то фактических доказательств, их лукавства. И апостол Павел говорит о том, что «ни в одном ли духе мы действовали, ни одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами?» Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Апостол Павел говорит это не для того, чтобы укорить их, не для того, чтобы ткнуть их носом в их несправедливость. Он, наоборот, пытается показать им истинный путь, путь истинного спасения и нормального существования церковной общины, где есть внутреннее доверие и уважение к тому, кто проповедует. И апостол Павел воспитывает Коринфян и вынужден к ним обращаться вот с такой строгостью, хотя мы знаем, что он абсолютно не любил прибегать к таким крайним мерам. Но в данном случае ситуация уже зашла настолько далеко, что это было необходимо. Дорогие братья и сестры, будем обращаться к Богу и стремиться, чтобы наша жизнь была в общине церковной чиста и пред Богом открыта. Будем открывать свои сердца ближним и Богу. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, воскресшем Господе, и до новых встреч!